Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Юрием Гимельфармом в его программе «Свободное мнение». Юрий у нас на связи. Добрый день, Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Кузьмин, друг мой. Здравствуйте, дорогие чеканцы. Я приветствую вас. И я представлюсь. Я хочу сказать, что сейчас очевидные СМИ Российской Федерации говорят о чем угодно. О победовесии, о злых жидобандерцах в Украине, но не о главном событии, которое происходит сейчас на юге России, а именно в республике Ингушетия. А там сейчас события происходят более чем серьезные. И вот у нас в гостях глава Ингушской диаспоры Барселоны Рамзан Салтыгов. Здравствуйте, уважаемый Рамзан. Здравствуйте, Юрий. Я приветствую вас и ваших зрителей. Рамзан, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, вот о том, что происходит в Ингушетии, поскольку сервильные СМИ сейчас молчат. У меня первый вопрос к вам. Где корни конфликта? Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Корни конфликта уходят очень далеко. Они уходят еще в 1944 год. Но если брать даты посвежее, то они уходят в 1992 год, когда был устроен геноцид ингушского народа на территории Северной Осетии. Этот геноцид был устроен российским тогдашним правительством в купе с осетинским правительством с Северной Осетии. Основной конфликт начинается именно оттуда. А сейчас это просто мы видим отглазки этого конфликта. Дело в том, что сейчас очень необходимо устроить на Кавказе очередной геноцид. И самое легче этот геноцид устроить в самом маленьком регионе. И желательно между двумя братскими народами. Между ингушским народом и чеченским народом. Сейчас вот эти вот ребята, которые арестованы, они как-то сдерживали вот этот пресс, который идет между властью и народом. Но сейчас, на данный момент, они арестованы. И мы не знаем, что будет в дальнейшем. Это будет очень тяжело. Очень тяжело предугадать, что будет. Основной очаг конфликта, он идет вот... Это все взаимосвязано. Это настолько вот все взаимосвязано. Там каждый уголочек, каждый метр, каждый сантиметр на Кавказе имеет определенную историю. И сейчас вот в двух словах объяснить именно где самый важный очаг, это очень сложно. Но начало идет с 92-го года и продолжается по сегодняшний день. Потому что в 92-м году нам должны были вернуть пригородный район и город Владикавказ, правую часть города Владикавказ в состав Ингушской автономной республики. Потому что этого требовал закон о реабилитации репрессированных народов. Но для того, чтобы не вернуть этот район в состав Ингушетии, там был устроен геноцид. Сегодня, чтобы не решать вот эту проблему, нам создают еще новые проблемы на востоке от Ингушетии. То есть уже с Чеченской республикой, передав им земли, которые никогда в жизни им не принадлежали. Там нету ихних могил, там нету ихних памятников. То есть самую историческую часть Ингушетии берут и просто так передают другому субъекту, который не имеет к этому никакого отношения. Там похоронены наши предки. Мы знаем каждый сантиметр. Мы знаем каждую могилу там. Мы ухаживаем за этими могилами. Там есть зоны, до которых нельзя дойти, потому что это как бы входило в зону контртеррористической операции, да, в протяжении многих лет. Но и тем не менее мы не забыли про эти места. Мы знаем, что это наши места. Сегодня, когда кому-то понадобился очередной конфликт, то есть сейчас в сентябре, кажется, если я не ошибаюсь, должны пройти муниципальные выборы. И кому-то понадобился сейчас новый очаг. И, конечно же, этот очаг, нас всего 450 тысяч человек вообще в Ингушетии. И мы, конечно же, не хотим, чтобы на нашей земле сегодня проливалась кровь. Потому что каждый человек у нас на счету. Каждый человек это носитель нашего генофонда. И нас настолько мало, что мы не можем сегодня позволить, чтобы опять началась проливаться кровь. И у нас забрали все, у нас сегодня забирают все возможные пути решения вопроса в рамках закона. Мы не хотим отстраняться от буквы закона, но нас сегодня поставили вот такую ситуацию, что нам нужно или же стреляться, или же уходить из этой жизни, забирая с собой кого-нибудь. У нас нет третьего выбора, у нас не осталось. Потому что каждый день добавляются новые люди, которых сажают, которые просто были на митинге, которые просили людей разойтись. Это большие штрафы для такого субъекта, как Ингушетия. Это очень большие, это колоссальные деньги, 100 тысяч рублей, это очень большие деньги для Ингушетии. Потому что там зарплаты 10, 12, 15 тысяч рублей, и это очень большие деньги. И люди просто не могут, да, там открыты какие-то фонды, чтобы люди перечисляли, помогали им платить. Но это является частью вот этой вот прессы, которая сегодня делается на народ Ингушетии. Мы просто должны понимать, что они не ждали, власти не ждали вот этого. Они думали, что мы такие же наивные, как в конце 20 века, что сейчас они сделают какие-то шаги, и люди быстренько горячую голову поднимутся, и у них будет возможность опять создать там какой-то очаг конфликта. Но вот эти вот люди, которые на них сегодня посадили, эти люди, это люди, которые не хотят власти, им не нужна никакая власть. У них прекрасные, у них защищенные диссертации, это средний класс, это офицеры МВД, это кандидаты наук, это директор Красного Креста. Муса Мальсагов является директором Красного Креста Ингушетии, и он является вторым человеком в Красном Кресте во всей России. Ему не нужно никакую политику везти, этим людям не нужно. Барах Чумурзи является кандидатом наук. Бараху Ахмед является, он уже пенсионер, ему не нужно, он не знает, у него уже почти, дай бог ему, конечно, здоровья и долгих лет жизни, но это человек, у которого возраст уже, у которого стоит одна нога уже в могиле, ему тоже не нужна политика. Это люди, которым не нужна никакая политика, они обеспеченные люди. И вот эти люди стали во главе этого протеста и предотвратили кровопролитие. И эти люди, они мешают, потому что они мешают проливать кровь. Вы понимаете, вот в этом вся ситуация. И это все тянется. Это идет от геноцида в 44-м году, когда нас выслали полностью в Казахстан. Потом, по возвращению, у нас, нам не вернули район, пригородный район. Для того, чтобы этот пригородный район не возвращать, в 92-м году устроили геноцид. Опять же нас выгнали оттуда. И сейчас хотели устроить очередной геноцид. Возможно, не в таких больших масштабах. Но для нас даже смерть одного человека уже является геноцидом. И это происходит на фоне того, что вот 27 лет у нас похищают людей, у нас исчезают люди. Просто так отстреливается молодежь. Отстреливаются лучшие сыны, которые, ингушского народа, который служит в Министерстве внутренних дел, в полиции служит. У нас, если он служит в полиции, это не значит, что он плохой человек. Это может быть хороший парень, который любит свой народ. Просто у него нет другой работы, и он пошел туда работать. И вот на фоне всего этого берется просто так вот два человека, которые не имеют абсолютно никакой юридической силы подписывать вот этот документ. Они не имеют полномочий таких. Территориальную целостность, менять название республики, ее символику, отодвигать куда-то вовнутрь или во внешне двигать границы. Этот вопрос решает только народ, только референдум может решить этот вопрос. Вы понимаете? И народ просто вот... Почему вышли вот в марте люди? Потому что хотели убрать вот этот вот абзац, который дает право народу решать вот эти вот глобальные вопросы в своей судьбе, в судьбе этого народа, на референдуме. И вот хотели вот этот вот абзац просто-напросто принять другое, обновить вот это вот законодательство без абзаца этого. И единственное, что мы требуем, у нас нету религиозных каких-то там непонятных требований. Мы требуем, ингушский народ, я не знаю, что требует Евкуров, я не знаю, что требует там главы других субъектов, я не знаю, о чем они говорят, я не знаю, что говорят там блогеры и другие. Я знаю, что требует ингушский народ. Ингушский народ требует соблюдения своих конституционных прав, своей конституции. Все. Мы вошли в состав России с определенной конституцией. И эту конституцию, хотим мы или не хотим, нужно соблюдать. Лично мне, на моем уровне, есть некоторые вещи, которые в этой конституции не нравятся. Но эта конституция, за которую проголосовал в основном народ на референдуме и на основании вот этого конституции, мы до сих пор жили и существовали. Вот и все. Я пояснил для наших зрителей одну вещь, что, может быть, многим будет непонятно, что, ну, какая разница, типа того, что из одного субъекта федерации земли передают другому. Но тут следует понять, что на этой земле находятся родовые башни и кладбища этих людей. Для них это святое. Мы можем как угодно относиться к подобного рода взглядам. Но это права людей. И для них это гораздо больше, чем это означает для нас. Мы с Сашей Глушенко уже много раз говорили о том, что, ну, для нас, вот, ну, например, какая разница, что какой-то там район из Саратовской области передали, к примеру, району Пензенской области, да нам по барабану. Друзья мои, вы поймите этих людей. Это люди, которые к своим кладбищам, к своим родовым башням относятся иначе. И игнорировать это просто невозможно. Но вот, уважаемый Рамзан, у меня в этой связи к вам вопрос. Вот сейчас, как сейчас модно стало это говорить, власть быкует и повально арестовывает людей. У меня вопрос. А кто, так сказать, командует парадом и какую роль тут играет глава Республики Ингушетия Юнус Беки Курф? Ну, мы должны, вот, я, например, Юрий, я строитель, я не разбираюсь в этих вещах, но насколько мне понятна вот ситуация, да, если вот эта вот проблема возникшая, она находится внутри Республики, не выходя из нее, я думаю, что глава как-то может регулировать эту проблему сам. Но сегодня она, эта проблема вышла не только из Республики, из России. Вот сейчас, вот, например, эту проблему мы сейчас говорим в Чикаго уже, да, вот, как я понял это. Видите, и если это вышло уже из субъекта, это уже, наверное, я думаю, что Евкуров здесь уже просто оглашает приговор и все. Хорошо, но тут во всей этой истории есть еще один очень важный момент. Как известно, один из старейшин, один из членов Совета Тейпов, Ахмед Барахоев, он был переведен из СИЗО Нальчика в СИЗО Осетии в город Владикавказ. И вот мы с Сашей Глушенко, мы когда обсуждали этот вопрос, он связывался со своими друзьями в Ингушетии, а Саша Глушенко, полковник Глушенко, я напоминаю, он долгое время служил в Ингушетии, у него там масса друзей, он с ними постоянно на связи, он с ними постоянно общается. И вот на эмоциональном уровне все, без исключения его друзья говорили, что это религиозный конфликт. То есть человека из мусульманской республики перевели в христианскую республику. Я подчеркиваю, уважаемый Розан, я не утверждаю, что это так. Но респонденты Саши, полковника Глушенко, они высказывали свою точку зрения. Поддерживаете ли вы эту точку зрения? Причем я подчеркну для наших слушателей, что когда мы говорим Ахмед Барахоев, это не совсем правильно. Он Ахмед Хаджи Барахоев, то есть человек, который совершил хадж в Мекку и Медину, и поэтому правильно говорить Ахмед Хаджи Османович Барахоев. Это для точности. И вот в этой ситуации именно так это воспринимают те, кто говорил, кто излагал свою точку зрения, полковник Глушенко. Вы, Рамзан, как это воспринимаете? Поддерживаете эту точку зрения или нет? Ну, я эту точку зрения не поддерживаю. Я сразу говорю, потому что если я называю себя мужчиной, я не должен ни лгать, ни лукать, я должен говорить так, как есть. Я эту точку зрения не поддерживаю. Почему? Я объясню. Мы сейчас опять возвращаемся в Северное Осетие, в город Владикавказ. Это Северное Осетие. Мы возвращаемся к тому, о котором я говорил, к этому вопросу опять. То есть здесь какие-то силы, я не знаю, эти силы управляются из Кремля, или как-то они вышли из-под контроля Кремля, или же какие-то другие силы. Я не могу до конца разобрать, но есть какие-то силы, которые хотят вот это вот вести. Так как протест, он обезглавлен, и сейчас вот вся надежда у этих людей, у этих провокаторов, вся надежда на горячие головы. Что опять вот мы, народ поднимется, но они уже поднимутся без лидеров. И мы не знаем, что там будет уже в этом случае. Никто не может предугадать, что там будет в этом случае. И это очень кому-то на руку. И кто-то просто готовит. Вот говоря вот, вот сейчас перевели Ахмеда Барахоева в Северную Осетию. Конечно, у любого обывателя, у него сразу же, ага, Северную Осетию, а это нам назло. Вот гады, вот видите, что они делают. Вот сейчас их надо долбить, вот сейчас их надо убивать. То есть людям вот просто капают вот это вот на нервы, именно вот на нервы. Потому что знают вот отношения, которые вот, оно, вот это вот отношения, которые между народами, они потихоньку начали налаживаться. Между осетинским народом и ингушским народом, между народами никогда проблем не было. Эти конфликты, они создаются специально для того, чтобы их использовать в нужный момент. И сейчас перевод Ахмеда Барахоева в Северную Осетию, в СИЗО Северной Осетии, это политический шаг, это провокационный шаг. И мы не можем гадать, кто же это сделал, чтобы перевести политического репрессированного человека с одного региона в другой, в камеру. Это есть определенные люди, это же не инопланетяне какие-то, это люди, которые выполняют определенные приказы. И просто нам надо знать, что Юн Узбеки, например, ни в Осетии, ни в Кабардино-Балкарии, он там, его сила туда не распространяется. Ну, мне вот сейчас смешно стало, потому что и в Ингушетии уже его сила как бы не распространяется, потому что человек, который имеет какую-то власть, должен иметь вместе с этой властью и авторитет какой-то. Я не знаю, как это назвать на сегодняшний день, я не знаю, как это назвать. Но я вот думаю, что вот эта вот провокация, чистой воды провокации, то, что его перевели в СИЗО Владикавказа, это провокация. И я вам, извините, я вот вам еще хочу добавить, что вот вы сказали, вот Крестьянскую Республику, да, мы должны прекрасно, вот все мы должны сегодня понимать одну вещь. Тот, кто не знаком с культурой, с бытом и с менталитетом Ингушей, именно Ингушей, я не говорю за другие народы, я говорю за Ингушей. Вот этот человек, он может думать, а вот Кавказ, там они живут, вот мусульмане, христиане, вот друг друга там не любят, но терпят туда-сюда. Я вам, я вас хочу заверить, что 92-й год это была не война Ингушей-мусульман против христиан-осетин. Это была провокация, и это был геноцид. И у Ингушей, даже после этого геноцида, у Ингушей нету неприязни ни к христианам, ни к буддистам, ни к другим религиям. У нас нету такого. У нас народ сам по себе, он настолько самодостаточный, что нам не нужны какие-то там навязывающие вот эти мнения извне. У нас народ прекрасно все понимает. У нас очень даже хорошо относятся ко всем религиям и этносам. То, что был отток русского населения из Ингушетии в 90-х годах, это итог политики Кремля, но никак не является итогом отношения плохого мусульманского и ингушского населения к христианам или к другим религиям. Да, у нас сейчас создана мононациональная республика, и может быть создаться такая вот аура, что мы вот замкнулись в себе. Нет, этого нет такого. Была такая целенаправленная политика, чтобы был отток русского населения из двух Кавказских республик. Из Ингушетии и Чечни. В данный момент я Чечню вообще не хочу никак затрагивать. Потому что у нас в Ингушетии настолько много проблем с самих ингушей, что нам не надо в другие регионы лезть, у нас на это и времени нет. Сейчас вот, например, в Европе очень много чеченцев упрекают ингушей, что они вот сдались там под чеченцев туда-сюда. Но это неправда, потому что начиная с 2002 года и по сегодняшний день у ингушей не было такой надобности, чтобы сдаваться под кого-то. У нас у самих было проблем выше крыши. Просто выходили наружу очень большие проблемы. А вот такие вот, не знаю, проблемы средние мы старались как-то вот перед мировым обществом не ставить республику вот такое вот неудобное положение. Понимаете? Ну, я не знаю, я, честно сказать, волнуюсь и не могу сейчас сраться. Ну, уважаемый Рамзан, я могу вам только одно сказать, что то, что это провокация, я это ощутил, как говорится, на своей собственной шкуре. Когда мы с Сашей Глупченко начали публиковать материалы по событиям в ингушетии, тут же, мгновенно, мне посыпались антисемитские оскорбления под какими никами, барабанная дробь под ингушскими. Ну, мне это просто уже, ребят, ну, мне это смешно уже было. То же самое было год назад, когда я начал публиковать материалы по поводу пенсионной реформы. От кого мне посыпались антисемитские оскорбления от пенсионеров. Поэтому я уже в данной ситуации, ребята, ну, я уже просто смеюсь, ну, мне это уже просто смешно. Ну, это уже анекдот какой-то. Уважаемый Рамзан, но давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу. Итак, рекламная пауза. Ну, что ж, дорогие друзья, спасибо огромное за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, за то, что принимаете участие в наших передачах. Мы сейчас вернемся или возвращаемся в передачу Юрия Гимельфарова «Свободное мнение». Дорогие друзья, номер телефона в студии 847-400-5200. И уважаемые Юрий и Рамзан любезно согласились в этом сегменте принять ваши звонки. Поэтому 847-400-5200 собирайтесь с мыслями, задавайте вопросы, только, пожалуйста, лаконичнее и конкретнее. Ну, а мы пока продолжаем. Прошу вас, Юрий Рамзан. Рамзан, у меня вопрос такой. Вот последняя информация. В Минске, я напомню, столица Белоруссии, в аэропорту города Минска был арестован руководитель общественной организации выборов из Ингушетии Исмаил Нальгиев. Но, минуточку, я включаю логику, элементарную логику. Если в другом государстве был задержан гражданин страны, это означает, информация пошла уже по линии МИДА. Ну, это элементарная логика. Вопрос, а значит ли это, что всеми этими репрессиями в Ингушетии командуют Кремль? Юрий, мы должны понимать, естественно, без Кремля там не обходится. Это само собой разумеется. Но давайте вернемся, с чего вот это сейчас началось. Это началось от соглашения, вот эти митинги, да? От подписания соглашения обмену или передачи территорий. Мы должны понимать, что территории, нарезанные куски, они передавались из одного субъекта в другой не для того, чтобы главы вот этих субъектов, они просто так садились и обратно передавали эти куски. Там один сантиметр земли не может передаться из одного субъекта в другой без звонка или разрешения Кремля. Там логика только вот эта, там нет другой логики. И задержание вот этого парня, Исмаила Нальгиева, естественно, это тоже по линии МИДа. И, конечно, если это на территории другого государства, Лукашенко же не может. По-дружески, из-за того, что он является хорошим другом Евкуровым, просто так задержать человек. Это само собой разумеется. Хорошо, да, я вынужден с вами согласиться, но у меня вот какой вопрос. Вот я внимательно слежу за ютуб-каналом Совет Тейпов Ингушеского Народа. Совет Тейпов. А давайте мы тоже, дорогие друзья, включим логику, что Совет Тейпов Ингушеского Народа, это, если угодно, это серый кардинал в республике. Он воспринимается, ну, как реальная власть, потому что отдаты войнахов – это слово старших. Так вот, старших их арестовывают, их прессуют, их задерживают. У меня вопрос к вам, Рамзан. Как это воспринимает ингушское общество? Абсолютно негативно. Не только ингушское общество. Вот когда Барахоев Ахмед сидел в Кабардино-Балкарии, там есть сейчас, не помню, как называется общественная организация, которая от всех общественных организаций выступила, один парень, и заявил, что нам стыдно, что к нам привезли старейшину ингушского и содержит у нас в тюрьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы его пребывание на территории Кабардино-Балкарии было максимально комфортным, и чтобы у него не осталось плохое впечатление о нашем народе. Понимаете, не только в Ингушетии, но и я сто процентов уверен, что в Северной Осетии есть достойные люди, которым сейчас не надо, чтобы Барахоев Ахмед Старейшин, он содержался на территории Северной Осетии. Я сто процентов уверен, что таких людей огромное количество в Северной Осетии. Вы понимаете? Да, я понимаю, но у меня такой вопрос. Я опять же вынужден повторить адат войнахского народа. Есть такая пословица даже. Когда молодой говорит старику дурак, не трижды ли глупо он сам. Но это общеизвестная пословица у войнахов. И я очень хорошо помню, я великолепно это помню, что именно Ахмед Барахоев, именно Магомед Муцольгов и Барак Чемурзиев, они призывали молодежь успокоиться. Суд моего вопроса. Хорошо, Кремль арестовывает сейчас старейшин. Ну, окей, допустим, сейчас всех старейшин на территории Ингушетии арестуют. Кстати говоря, вот сейчас Ахмеда Погорова, его обвинили вообще в федеральный розыск. Ну ладно, арестовали. Вопрос, что дальше? Кто молодежь будет сдерживать? А вы не сочтите это, уважаемый Рамзан, за оскорбление, но молодежь на Кавказе, ребята, горячие. Кто их сдерживать будет? Никто не будет их сдерживать, и это именно на руку всем, кроме ингушей. Это на руку Кремлю, у которого сейчас проблемы и как внешне, так и внутренне. У них по горло проблем, и им сейчас нужна маленькая победоносная война, желательно на Кавказе, а больше нигде. С китайцами воевать будешь на Дальнем Востоке, правильно? Ну да. Это первое. Второе, это выгодно тем, кто удерживает наши территории. Я не говорю про народы, я говорю про элиту, которые возглавляют эти народы, соседние республики, что с запада, что с востока от Ингушетии. Обе республики, соседние с нами, и Чеченская республика, и Северная Россия, они оба удерживают наши территории в своем составе. И им обоим выгодно, чтобы у нас лилась кровь. Я опять, еще раз повторяю, я не трогаю народы, я не говорю про народы, я говорю про элиту, которая удерживает территорию, и которым выгодно удержание вот этой вот территории. Это выгодно всем, кроме ингушей. Ингуши это осознают прекрасно, но если каждый день капать вот так вот... Юрий, вы должны понимать одну вещь. Нам... у нас просто некуда идти, вы понимаете? Вот у нас забирали территории на протяжении там... Я не иду раньше, 44-го года. Там тоже, раньше тоже забирали. У нас сейчас республика не такая, которая у нас была, когда мы уходили в состав России 249 лет назад. У нас кромсали территории постоянно в угоду соседям, всегда. И мы сейчас находимся на таком маленьком клочке земли, что... и такое большое количество людей, что нам просто некуда идти, понимаете? Нам просто вот... Нам отрезать один за другим все пути урегулирования вопроса в рамках Конституции. У нас забирают каждый день вот эти вот возможности, чтобы уладить наши проблемы в рамках нашего закона. И нам просто... Я даже не знаю, до какого... Вот до какой точки мы можем дотерпеть. Но сейчас, на данный момент, у нас вот такая вот ситуация, что мы сидим и сдерживаем, и мы не знаем, что мы ждем, кого мы ждем. У нас нету вообще никакой надежды, понимаете? У нас нету надежды на лучшее. Если в Конституционном суде России рассматривается закон о территории, в которой, в принципе, этот суд, Конституционный суд, не имеет права рассматривать Конституционного права, потому что Конституционный суд Республики Ингушетия вынес свой вердикт, и над этим судом нету другой инстанции, которая может аннулировать его. Это суд, над которым на территории России нету другого вот, другой силы, другого вот рычага. Рычага воздействия нету. Это на территории Ингушетии, это самый верховный вот суд, Конституционный суд. Этот суд отменил решение. И вот на фоне этого, если Конституционный суд России в Санкт-Петербурге принимает антиконституционное решение, это значит, что нам даются сигналы со всех сторон, что мы никто и зовут нас никак. И что нас вот явно вынуждают выйти за рамки законов и взяться за оружие. Нас вынуждают это. Мы должны все понимать, что на территории, географической территории России, потому что, не Россия, а Европа, потому что Ингушетия находится прямо на географической границе Европы и Азии. Но она входит в состав, в эту часть, в европейскую часть. Мы должны понимать, что в Европе сегодня, на европейском континенте, сегодня, кто-то разжигает военный очаг. Мы должны это понимать, потому что людей загнали в угол, и им просто некуда идти больше. У них забрали все. У них забрали веру в справедливость. У них забрали Конституцию. У них забирают по кусочкам, забирают республику. У них забирают лидеров, которые за несколько десятков лет у нас не было лидеров. Вот сейчас эти лидеры определили, которые как-то сдерживают. Это интеллигенция, которая умеет вести диалог и с народом, и с горячей молодежью, и с, насколько это возможно, умеет вести диалог и с властью. но этого посредника, который балансирует ситуацию, его просто взяли и забрали и закрыли в чьему. Для чего, спрашивается? Для того, чтобы не было баланса. Для того, чтобы начать мясорубку там. и если даже сейчас эта мясорубка не начнется, даже если сейчас она не начнется, то уже подготовлено все к этому. И мир сегодня, мы сегодня, ингуши, все ингуши мира, которые есть, кроме тех, которые продались, продались, уже купили недвижимости в Москве, в других местах, которые продали свою родину, они, это их количество может достигнуть 100 человек, может быть, даже это 500 человек, это не важно сколько их. Кроме вот этой вот кучки людей, остальной ингушский народ заявляет на весь мир, во всеуслышание, кто нас слышит. Мы хотим, мы просим, чтобы нас услышали. Мы не хотим войны. Мы хотим жить в рамках Конституции. Мы хотим, чтобы соблюдали нашу Конституцию. И все, вот и все. Дорогие друзья, давайте попробуем принять звонок телефонный. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Рамзан, скажите, пожалуйста, опробован кто-нибудь обратиться в европейские суды? Все-таки я понимаю, что в Москве никто не указ, но все-таки когда это выйдет на международную арену, может быть, это хоть на что-то повлияет. Спасибо. Прошу вас, господа. Я отвечу. Для того, чтобы она правильно задала очень правильный вопрос, и мы рассматривали этот вопрос уже, для того, чтобы подать в европейские суды, нужно окончательное решение той страны, где ты живешь, то есть в России. То есть, уже, если когда не останется никакой инстанции, чтобы там подавать суды, то только тогда у нас европейский суд может принять документы. Это первое. Второе. Сейчас еще должен рассматриваться идет расследование, что подали депутаты Мобилов, Евлоев, Белал, вот они подали на фальсификацию, на вброс ратификации депутатов соглашения вот этого. И вот это расследование, оно еще не закончено. И пока есть вот такие вот нюансы, мы не можем подавать в европейские суды. Но я думаю, что нужно будет подавать. Просто те, кто эти документы сейчас подаст из территории России, то есть Ингушетии, эти люди практически арестованы. Это должен быть Конгресс, это должен быть Ингульский Комитет Национального Единства или Совет Тейпа. Вот эти организации, они должны подать в европейский суд. Но мы знаем, что эти все люди арестованы. То есть имеем две проблемы. Люди, которые должны подать эти документы, в основном они арестованы. И вторую часть этого вопроса, что окончательные вот эти все расследования, они не закончены еще в России. А я, уважаемый Рамзан, к вашим словам хочу добавить элементарную логику. Давайте мы рассмотрим последовательность событий. в начале Совет Тейпов Ингушского Народа, а я напомню, что я уже подчеркивал, что это по сути серый кардинал в республике. Как скажут старшие, так и будет. Итак, Совет Тейпов выпускает обращение к прокуратуре. Ответ арест Барахчимурзиева и Ахмеда Барахуева. Окей. Совет Тейпов выпускает обращение к Следственному комитету Российской Федерации. Ответ арест новые, череда арестов. Окей. Совет Тейпов выпускает обращение к президенту Российской Федерации. Ответ власть в лице господина Евкурова начинает быковать, переводят старейшину Ахмеда Хаджи Барахуева из-за Нарчика во Владикавказ. Ребят, если это не ответ, то, наверное, я папа римский. Я это я говорю свою точку зрения. Я это воспринимаю как невербальный ответ. Уважаемый Рамзан, если я не прав, поправьте, ради Бога. Пожалуйста. Единственное, в чем я хотел бы вас поправить, второй раз услышал, я думал, это первый раз была какая-то ошибка, про совет Тепл, это серый кардинал. Просто в России, когда говорят серый кардинал, это как-то чуть-чуть по-другому звучит, может быть, в Америке как-то по-другому, но я вам объясню сейчас. Фактически, как вы сказали, совет Тепл по нашему менталитету должен был быть серым кардиналом, должен быть, но и, возможно, совет Теплов какую-то роль играл во времена других президентов, которые были у нас, Аушева или же Зязикова, какие-то при Аушеве он имел большую силу, совет Теплов, чем, например, при Зязиковой, а при Евкурове он вообще полностью утратил свою, да, там есть какой-то совет Теплов при главе республики, но вы понимаете, что это карманный парламент, как бы парламент, совет карманы, а именно вот совет Теплов, который возглавляет Ужахов, куда входит свыше 90 Теплов, да, он действительно подавал вот эти вот заявки, вы все правильно говорите, просто вы чуть-чуть не досказали, он должен был быть серым кардиналом, но сегодняшняя власть полностью попирает наши права, не то, что стариков, молодежь, всех, просто-напросто возьмем, возьмем вот начало вот этих всех событий, вот последних, просто из-за того, что человек берет и передает в другой состав землю, на которых стоят родовые башни, кладбища, людей, это уже значит, что этот человек наплевать и на Ингушетию, и на его адаты, и на его менталитет, и на совет старейшин, ему наплевать вообще на все, понимаете, вот в чем пропал. Я это прекрасно понимаю, но я бы вот хотел, у нас уже не так много времени осталось, я бы вот хотел ответить словами поэта, которого я очень люблю, Джамалдина Ендиева. Люди, злобу умерьте. Тише. Кто там кричит? Взгляните на ваше бессмертие, счастье свое, поверьте, здесь малый ребенок спит. Тише. Пусть смолкнет злая ненависть, гром беды, он еще мал, он не знает жестокости и вражды, слышите? Тише. люди. Пусть ненависть замолчит, пусть война никогда не будет. Здесь малый ребенок спит. И вот я сейчас хочу обратиться вот к тем, кто разжигает войну в Ингушетии, в частности и господину Евкурову. по сравнению с которым я напоминаю, уже Остап Бендер действительно переходит в управ домы, что это надо додуматься, это надо иметь великий талант. 80% безработицы в республике. Ну, Остап Бендер реально переходит в управ домы. Но я просто хочу обратиться вот к тем людям, которые разжигают войну на Северном Кавказе. Оставьте Ингушей в покое. Пожалуйста, оставьте их. Перестаньте это делать. Вот если можете добавить что-то, Рамзан, пожалуйста. у меня честно сказать, я могу всю боль говорить вообще не останавливаясь неделями, месяцами. Просто я думаю и у вас времени чуть-чуть ограничено и наверное у ваших слушателей тоже есть какие-то другие интересы помимо этого. Хотя конечно это очень злободневная тема сегодня. Она нас всех волнует. Тем более я сам прекрасно знаю как реагируют даже на маленькие мелочи граждане России, которые живут вне России. Я сам живу 24 года уже вне России. И каждый даже шорох не важно где он в Архангельске или Иркутске в Ингушетии или в другом месте или в той же на том же Байкале даже если человек упадет просто утонет в Байкале или в какой-то реке для меня это является болью. Я знаю что для вас тоже это есть боль. Поэтому мы будем надеяться на лучшее. Я думаю что у нас все-таки мы будем продолжать протест. Не важно где мы находимся находимся здесь или же дома это не важно. Главное что мы всегда душой и сердцем со своей маленькой большой родиной мы являемся патриотами и Ингушетии и России. Вот и для нас самое главное чтобы был мир. если человек сегодня каким-то словом или каким-то действием если этот человек может что-то сделать для сохранения этого мира я думаю любой порядочный человек это сделает и за это вам большое спасибо Юрий я вижу что и вы делаете все для того чтобы на вашей родине или же вообще во всем мире был мир. Большое вам спасибо. Ну что ж друзья вы слышали точку зрения Рамзана Салтыгова о событиях в Ингушетии но как всегда я напоминаю выводы делать только вам дорогие друзья до встречи до свидания спасибо спасибо огромное Юрий спасибо огромное уважаемый Рамзан мирного неба над Ингушетией будьте все здоровы и услышимся я надеюсь в следующий раз спасибо Субтитры сделал DimaTorzok